Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Лучшие из 400 участников. Кумертауские студенты стали победителями в конкурсе профессионального мастерства WorldSkills. На днях глава администрации Борис Беляев встретился с будущими профессионалами своего дела. В Уфе с 13 по 17 февраля прошел второй региональный чемпионат молодые профессионалы, или по-другому WorldSkills. Десять студентов из разных учебных заведений города Кумертау стали лучшими в этих соревнованиях. В эти дни глава администрации Борис Беляев провел встречу с победителями и призерами. Глава администрации подчеркнул, что профессионалы такого уровня в родном городе будут всегда востребованы. Тем более, что в Кумертау ожидается реализация крупных инвестпроектов. Уверен, что это ваши первые шаги в достижении своей цели. Уверен, что это ваши первые шаги в своей реализации, в своих возможностях. И это для нас очень важно. Мы не ждем здесь каких-то приезжих людей, чтобы к нам приезжали из других городов зарабатывать деньги и работать. Мы хотим использовать наши свои трудовые ресурсы. На встрече студенты поделились впечатлениями от участия в чемпионате. Соревнования проводились по 30 компетенциям. Общее количество участников более 400 человек. Из города Кумертау свое мастерство показали 4 учреждения. Это филиал ОГУ, УГАТУ, Горный колледж и ПЭТ-колледж. Лучшие результаты у студентов филиала Оренбургского государственного университета. Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета выступал на втором региональном чемпионате по стандартам WorldSkills в 6 компетенциях. Результатами мы очень довольны, поскольку мы привезли городскому округу город Кумертау 5 призовых мест из 6. Причем 3 места. Это первые места. И 2 места, вторые места. Единственная компетенция, по которой мы не заняли призовое место, это кирпичная кладка. Поэтому у нас есть к чему стремиться и над чем работать. Уже не в первый раз в конкурсе принимал участие Семен Власов. Ему предстояло доказать свое мастерство в компетенции, ремонт и эксплуатации легковых автомобилей, провести диагностику, найти неисправность в двигателе или неполадке в электрооборудовании машины. Семен с такими заданиями справился быстрее и лучше остальных молодых профессионалов. В результате у него первое место и золотая медаль. Уже не первый раз ездим туда. Первый раз у нас было в Оренбурге такое мероприятие. Сейчас уже в Уфе было как более неволнительно. Мы уже знали к чему идем, знали уже точные правила. Подготовка уже была более лучшая. Второе место занял Айрат Олимпаев. Как и у многих, кто принимал участие впервые, ему не хватило опыта. В следующий раз результат будет выше, уверен он. Везде есть свои сложности. Мне очень понравилось само мероприятие как организация на высшем уровне, можно сказать. Да, естественно, опыт получил и, думаю, применю это в жизни в дальнейшем. Для конкурса такого уровня высокой оценкой считается и получение бронзовой награды. Ралина Булатова из педагогического колледжа достойно прошла все девять этапов состязания. Было нелегко, признается она. Я получила для себя большой опыт. Я участвовала в первый раз. У меня новое знакомство, то есть и опыт большой для моей будущей профессии. Сложности были в том, что со многими заданиями я не была знакома. Например, с робототехникой, со смарт-доской, со смарт-столом. Вот это большая сложность для меня была и большое волнение. В завершении встречи благодарственные письма администрации были вручены родителям студентов за достойное воспитание детей. Лучшие профессионалы будут представлять республику в отборочных соревнованиях для получения права стать участником финала национального чемпионата. Он пройдет в мае в Краснодаре. Криминальные новости. Завершилось следствие по делу 40-летней жительницы города Кумертау. В прошлом году женщина обвинялась в совершении преступления против 11-летней девочки, которую она ранее удочерила. Подозреваемую удалось задержать. Спустя несколько месяцев сейчас собрана доказательная база. Подробнее узнаем у заместителя прокурора Олега Блачевцева. Он у нас на связи. Здравствуйте, Олег Владимирович. Расскажите подробности этого дела. Здравствуйте. Из обстоятельств совершенного преступления следует, что указанная женщина 1 июня 2015 года в городе Салават оформила опеку в администрации города над несовершеннолетней девочкой 12 лет, ранее ей не приходящейся родственницей. После чего перевезла ее в город Кумертау для проживания в своей семье, где у нее также помимо данной девочки имелись несовершеннолетние дети. В период проживания в течение одного месяца между опекуном и опекаемой девочкой сложились по разным причинам личные неприязненные отношения. Несовершеннолетняя постоянно уходила из дома, пропадала в том числе в ночное время, в семье начали происходить скандалы. Так, в один из дней начале июля 2016 года женщина решила незаконно лишить свободы несовершеннолетней с целью воспрепятствия его ухода из дома, а также при наличии личных неприязненных отношений. Она, связав девочку скотчем, веревками иными с подручными материалами, кровати, оставила ее без движения на несколько дней. Пользуясь тем, что девочка не может себя обслужить, несколько дней не появлялась, по неустановленным следственным причинам наступила смерть девочки в указанный период времени. Также в дальнейшем в ходе расследования уголовного дела, в том числе допроса обвиняемой, было установлено, что о смерти девочки женщина не сообщила, труп она скрыла путем закапывания его в землю, и лишь путем проведения оперативно-расследовательных мероприятий и иных следственных действий была получена информация о совершенном преступлении, приняты меры к его раскрытию, в дальнейшем расследовании уголовного дела и направлении его в суд. Олег Владимирович, признала ли свою вину обвиняемая? Будучи допрошенной в качестве обвиняемой, женщина вину в данном преступлении полностью признала, пояснила, что не имела умысел на убийство указанной девочки, а лишь хотела ограничить ее в свободе, так как она себя плохо вела. В ходе расследования уголовного дела рассматривалась и версия об умышленном убийстве данного лица, однако вследствие гнилостного изменения трупа, проведенным многочисленными судебно-медицинскими экспертизами, достоверно причину смерти несовершеннолетней установить не удалось, в связи с чем его действия были квалифицированы как указанное преступление, то есть лишение человека свободы, не связанное с его похищением, повлекши по неосторожности смерть данного несовершеннолетнего лица. Были ли нарушения в ходе расследования уголовного дела и какое наказание теперь грозит обвиняемой? Изучение уголовного дела в прокуратуре показало, что расследование по нему проведено полно, всесторонне, квалификация действиям дана верная, доказательство соответствует требованиям относимости и допустимости, в связи с чем обвинительное заключение по нему утверждено, и уголовное дело направляется в суд для рассмотрения по существу. Ну и в судебном заседании подсудимый в том числе грозит и наказание, связанное с изоляцией от общества. Спасибо, я напомню, у нас на связи был заместитель прокурора Олег Балачевцев, он рассказал о достаточно резонансном преступлении и ходе его расследования. В продолжение темы о нарушениях закона не столь шокирующих и, к сожалению, ставших в какой-то степени уже привычными. Можно сказать, что тема стара, как сама кредитная система. Приставы исполнители провели очередной рейд по злостным неплательщикам. В поселке Пятки наша съемочная группа наблюдала за тем, как у должника забрали достаточно дорогостоящую Мазду. Предлагаем и вам взглянуть на это мероприятие. Вот так со скрипом автомобиль с нехотью покидает родное место. Сегодня ему не придется привычно возить хозяина. Ждет автоказенная парковка. За погрузкой следят судебные приставы и представители банка. Подобные рейды приставы исполнительные проводят регулярно. Задача взыскать с должников налоги и сборы в пользу бюджета. У собственника данного автомобиля долг более 1 миллиона рублей. Его транспортное средство заложено в банк. Сам должник вне зоны доступа. Долг не платит. Но благодаря оперативной работе приставов исполнителей автомобиль был найден. Мы в рамках данного производства подавали заявление на родовское имущество, именно залогового автомобиля. Но судебный пристав Ильи Робегонякова с собственными силами нашла этот автомобиль. То есть вот сейчас изымаем, передается автомобиль нам на ответ хранения на стоянку. В рамках данного исполнительного производства поступало от взыскателей заявление об объявлении розыска, залогового имущества. Но своими силами мы как бы с нашей службой судебных приставов сами установили местонахождение у третьих лиц. Машина арестована, описана, передается взыскателю на ответ хранения, после чего мы будем проводить торги. И машина уже будет передана взыскателю в счет погашения задолженности. Очень легко взять деньги, но довольно сложно их вернуть, особенно с процентами. Приставы советуют, что прежде чем брать деньги в долг, особенно у кредитных организаций, нужно тщательно вдумать такой шаг. В этот же день еще один адрес. На этот раз очередной совместный рейд по взысканию задолженности по налогам провели судебные приставы и представители налоговой инспекции. Почему предприниматели не своевременно оплачивают налоги? У каждого должника на этот вопрос находится свой ответ. Чаще всего финансовое затруднение или нехватка времени. Поэтому такие достаточно жесткие меры принудительного исполнения являются самыми эффективными. В ходе рейда был наложен арест на один из торговых павильонов, расположенный на территории городского округа. В сегодняшний день у нас был наложен арест на здание, в котором мы сейчас находимся. В общем, мы дадим, не являясь целью обеспечивания затрудности имущества налоговой инспекции. Вдобавок отмечу, что на начало года судебным приставами-исполнителями арестованы имущества уже на сумму более 8 миллионов рублей. На этом представители органов исполнительной власти останавливаться, конечно же, не будут. Подобные рейды продолжатся. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев. Новости. В первый день весны работники Центра социальной помощи совместно с волонтерами движения «Белая река» попытались создать праздничное настроение в многодетных семьях. А матерей вместе с детьми пригласили в торговый центр. Какой для них подготовили сюрприз, расскажут и покажут мои коллеги. Казалось бы, нужно всего пару часов для себя любимой. Но даже этого времени порой не хватает мамам, которые воспитывают маленьких детей. Если ребенок не один, а несколько, то, наверное, можно забыть о походах в салон красоты на долгое время. С одной стороны, малышей оставить негде, с другой – немаловажные и финансовые составляющие. Отделение помощи семье и детям городу Кумертау решили сделать подарок для многодетных мам в первый день весны. Они были приглашены в парикмахерскую, расположенную в торговом центре «Иремель». Мамы получат, я думаю, много удовольствия. Да и самое главное – просто отдохнут от проблем. Потому что вот семьи, которые обратились – это многодетные мамы, у которых трое и более детей, у которых не хватает времени, к сожалению, на себя. Это мамы, у которых есть детки с ограниченными возможностями. Это малообеспеченные семьи, которые не имеют финансовой возможности прийти в салон. Вот в наше трудное время. Подарок получился оригинальным. Это еще и благодаря тому, что дети были заняты. Пока мамы наводили красоту, волонтеры движения «Белая река» провели игровую программу для ребятишек. Задача ответственная. Ведь дети незнакомы, да и волонтеров видят впервые. Правда, уже за короткий период времени все подружились и веселились от души. Ребята играли в кошки-мышки, в море волнуется раз – в догонялки. После подвижных игр фойе игрового комплекса превратилось в мастерскую. Здесь дети изготавливали бумажные самолетики. Ну и затем каждый смог испытать свои модели на дальность полета. Раз, два, три. Прекрасное сегодня мероприятие, когда на наших мам, которые воспитывают таких крошечных ребятишек, у них не хватает времени, может быть, посвятить несколько минут себе. Потому что вот эти дети, они их держат около себя. И задумав эту акцию, наши коллеги, они продумали то, что в этот момент, чтобы ребятишки им не мешали, а и у ребятишек получился очень чудесный часочек или два, посмотрим, как получится. Наша задача – подарить детям праздник. Тем временем в салоне красоты мамы прослушали рекомендации стилистов об уходе за волосами, за кожей лица, рук. Затем каждый смог воспользоваться услугами мастеров. Делали прически, маникюр, макияж, оформляли брови. У меня трое детей. Времени на себя не хватает абсолютно. И поэтому я очень рада, что дали возможность почувствовать себя молодой девушкой, привести себя в порядок, хорошо, чтобы выглядеть красиво. Все процедуры, конечно же, занимают не один час, а гораздо больше. Тем не менее, за это время малыши ни разу не вспомнили о родителях. После занятий с волонтерами детям была предоставлена возможность вести лица в игровом комплексе джунгли. Мне очень понравилось здесь. Настроение просто супер. И я еще ни разу в жизни так не веселилась. Все услуги участникам проекта предоставлены на бесплатной основе. И это еще не все. В завершение акции дети получили сладкие подарки от организаторов. Мамы – подарочные наборы от магазина. Лица коллектива магазина «Аль Пари» хотели бы поздравить мамочек и их детишек с первым днем весны, с наступающим праздником 8 марта. И хотели бы преподнести небольшие презенты от нашего магазина, которые мы собрали своими руками. И от чистого сердца хотели бы подарить их. От участия в мероприятии все получили массу приятных впечатлений. Одни от того, что смогли поддержать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Другие от такого чуткого внимания. Айгуль Мухамедшина, Владимир Кузьмин. Новости. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова